Мы проводим соревнования уже не первый год и каждый год этот вызов придумать какую-то сложную интересную задачу и наверное в этом году мы пошли еще дальше и если в прошлом году мы давали соревнования более классические постановки задач то сейчас мы замахнулись на прохождение тестов экзаменов и сейчас мы занялись школьными тестами и это было соревнование про прохождение егэ по русскому языку соответственно мы просили участников создать алгоритм который будет способен сдать этот тест который фактически состоит из 26 вопросов по различным аспектам русского языка и написание сочинения на заданную тему мы можем с уверенностью сказать что мы смогли создать алгоритм который проходит тест на четверку на 62 балла и 100 и в принципе это уровень которого достаточно чтобы поступать в вузы конечно же мы не занимаемся созданием роботов чтобы они поступали в вузы это скорее способ продвинуть исследования в области искусственный интеллект чуть дальше потому что сейчас искусственный интеллект он называется слабым искусственным интеллектом он может решать узкие узконаправленные задачи компьютерное зрение анализ речи и эти задачи поставлены человеку а и способность делать логические выводы или же рассуждать это пока что то что недоступно искусственному интеллекту и мы вот благодаря этому соревнованию пытаемся продвинуть дальше разработки в этой области и так скажем стать на шаг ближе к так называемому общему искусственному интеллекту general artificial intelligence тезис что искусственный интеллект тоже становится комодите то есть он просто проникает во все сферы жизни но нам с научной точки зрения нужны новые вызовы и они находятся в том чтобы приблизиться к функциям человеческого мозга по способности рассуждать принимать решения обобщать информацию и здесь пока еще все находится на достаточно зачаточном уровне мы плохо понимаем как работает мозг и пока не можем воспроизвести его деятельность с точки зрения фантазии творчества и вот этих всех вещей и нам предстоит большой путь чтобы понять и воспроизвести эту работу но нам кажется что все наступит гораздо раньше чем думают многие поэтому мы стали инвестировать больше своих ресурсов и времени в изучение этой сложной темы и которая раньше была больше про футурологию про фантастику и мы планируем развивать свои разработки в этом направлении и а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok